Сегодня устанавливаем усилитель Hi-Fi системы AX3-F25. Сначала сделаем косу с проводами. Здесь у нас был коннектор с куском проводов. Надо сейчас сделать косу и дальше ее протягиваем и устанавливаем усилитель. Прокладываем провода, сначала разбираем салон, панели снимаем. Дальше нам надо подсидельником провести к двум и в багажник. В принципе здесь все легко, достаточно снять только эту панель и по проводам, которые у нас уже есть, назад туда, вот эта декоративная планка. Вон они там отлично проходят по стандартной косте. Так, сейчас разбираем салон, сильно разбирать не будем, попытаемся здесь подсидельником кабель пустить. Здесь, в общем так же, там сиденье на эту сторону пустить, на правую сторону. Так, и здесь у нас сразу приятный сюрприз. У нас под этой обшивкой сразу три провода, я уже один перерезал, вот этот вот, вот они вот так вот соединены, этот провод подает у нас звук на подсидельник, из подсидельника вот у нас выходит на правый, на левый передний, а это соответственно напрямую идет на левый и задний. Вот они три провода, акустических звуковых, не надо ничего там дальше лезть. Так, эту сторону подключили, сейчас изолентик замотаем подсиденьем. Эту косу пойдем на правую сторону, снял заднее сиденье и деликатно его под сиденьем, вот эту косу на эту сторону, стяжка меня закрепила, сейчас ее поведем на подсидельник. Снимаем эту боковую накладку, там я думаю таким образом сможем добраться до подсидельников и проводов на эту правую заднюю дверь. Снимаем сначала это, она легко отщелкивается, таким ковырялкой мы ее поддеваем, сначала верхнюю, чуть-чуть ее достаточно, потом нижнюю. Снизу, то есть сверху вниз, там они заклепки, они нормально отклепываются, отщелкиваются, не ломаются и сверху вниз. Так, эту накладку сняли, так, если добрались, мы сможем ее положить нормально. Ну и дальше выход один. Сейчас нужно открутить сиденье, чуть-чуть сюда наклоним и таким образом доберем сюда подсидельников. Вот так вот мы откинули, ну и вот собственно наш подсидельник, провода нужные нам. И вот провода, все идут на заднюю правую. Сейчас подключаем, протягиваем косую, все подключаем. Так, все, здесь подключили. Передние динамики подключили, задние. Подключили. Все, теперь багажник подключать усидитель. Собираем сейчас все, подключаем усидитель. Так, минус подключаем, вот здесь свободный вход. Подключаем аккумулятор, здесь у нас есть вход. Управляющая. 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 Управитель. 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 Так, усилитель на своем месте. Ждет новую. Управитель. Прояснение недель. Места нет, небольших снег. Кодируем. Ну я уже закодирован, но тем не менее надо добавить опцию 676 и так финишная прямая с нашим усилителем в общем закодировал я закодировал я сначала опцию 676 как я уже сказал прокодировал потом нбт у нас автоматически появляется аудиосистема он автоматом сразу добавляет здесь вот hi-fi и так после того как мы закодировали наше главное устройство то есть нбт аудиосистема у нас автоматически определяется как в hi-fi дальше вариант усилителя у нас должно быть такое значение ну и дополнительно покажу вам какие вкладки или значения влияют на качество звука первое значение аудиосистема я выбрал вариант 1 вообще их здесь 4 вы можете попробовать каждый из этих вариантов мне кажется что сам оптимальный это первый вариант дальше аудио профайл то есть аудио профиль здесь тоже четыре варианта я остановился на втором варианте мне кажется также более оптимальным ну и для любителей низких частот потому что после установки в моем случае так я не знаю как других поделитесь если у вас как-то это другая ситуация в общем после установки усилителя качество звука естественно безусловно изменилось и стало гораздо более интересно но тем не менее низких частот не особо прибавилось поэтому я стал искать разные различные варианты как почему есть усилитель но не усиливать низкие частоты и стал перебирать вот эти вот варианты аудиосистем то есть по умолчанию нас hi-fi ну как мы понимаем можно редактировать и выбрать все из этих вариантов я перепробовал все из этих вариантов но только один вариант при принес нужный результат соответственно это вариант стерео когда мы выбираем вариант дерева низких частот гораздо больше качество звучания никак не меняется точно так мы чувствуем присутствие усилителя нашей стерео системе вот эта распасовка между динамиками между центральным каналом и остальными динамиками она остается и на не как этот вариант стерео системы никак или аудиосистема никак не портит только единственный момент то что прибавляет низких частот поэтому если другому также как мне мало низких частот выбирать вот этот вариант и если у вас стоят подсидельники стандартный если вы их не меняли от стандартной стерео системы для аудио системы то они даже будут захлебываться там надо басы убирать так в общем результатом я доволен те кто так скажем бюджетно улучшить качество звука в автомобиле бэйвай рекомендую установить да конечно меломаны скажешь что хай фай и самая лучшая прибавка звуки но тем не менее я считаю что между стандартным исполнением акустики и системой хай фай большая разница всем пока и до новых встреч субтитры делал DimaTorzok